Здравствуйте, уважаемые друзья! В сегодняшнем видеоуроке я вам покажу, как можно работать в программе Adobe Photoshop с файлами или с изображениями формата WebP. Что это за формат? Я вот здесь уже несколько фотографий этого формата скачал. Это, кстати, обычный формат JPEG. Это формат WebP. Это Web формат, как вы понимаете. И они в операционной системе Windows, если, допустим, сделать значки огромными и они не отображаются, как ни в чем не бывало, мы их смотрим. Но если мы, допустим, в виде списка их приставим, то смотрите, видите, формат WebP у нас в миниатюре выглядит как значок соответственно браузера Chrome, что уже говорит о том, что эта программа браузер Chrome по умолчанию будет открывать, в отличие от обычного формата, например, JPEG либо PNG, либо другого графического формата. Давайте снова огромные значки сделаю. Даже если мы в свойства этого файла зайдем, мы увидим, что, видите, по умолчанию WP стоит. И, собственно говоря, если мы на что-то другое попытаемся изменить, в принципе, ну только Paint, либо опять же браузеры. Но Photoshop на этом этапе у нас пока не получится. Об этом-то и речь. Так, теперь второй вопрос. Откуда эти файлы у нас могут появиться? Ну, ясное дело, если формат JPEG у нас может появиться с фото камеры, вот, значит, с видео камеры даже, да, со смартфона, да, то формат WP мы обычно можем только с сайта скачать. Ну, или с интернета, да. Очень часто они встречаются и возникают вопросы, как с ними работать. Ну, давайте вот посмотрим. Вот, например, я нахожусь на сайте Restore и здесь все картинки, вот всех устройств, тут айфоны, айпэды, макетель, ну вообще все-все. Все картинки, они именно в формате WP представлены здесь. Я, как вы понимаете, эти картинки отсюда и скачал. Вот. И, соответственно, вы для реализации ваших творческих идей можете картинки скачивать, в принципе, не только с Restore, да, а с любого другого ресурса. Да, многие ресурсы нам предлагают формат JPEG, либо TIFF, да, но попадаются такие, где мы можем скачать в формате WP только, да. Вот. И что у нас получается? Смотрите, если мы попробуем, ну, и понятное дело, что если я картинку JPEG в Photoshop открываю, никаких проблем не возникает, картинка открывается и все. Ну, как бы это понятная ситуация, да. Но если мы попробуем, соответственно, картинку, например, в формате WP открыть в Photoshop, то у нас постигнет неудача. Невозможно выполнить запрос, это некорректный тип документа. Да, по умолчанию в Photoshop не стоит ничего такого, никаких технических возможностей для работы с форматом WP. Но если нам это нужно сделать, нам нужно кое-что предпринять. Итак, я нахожусь на сайте, ну, это help, справка Adobe.com, да, и я эту ссылочку, кстати, приложу в описании к данному курсу. Вот. И, соответственно, здесь все объяснено и рассказано, что нужно сделать для того, чтобы можно было в программе Adobe Photoshop работать именно с типом этого файла. Ну, а первое, давайте разберемся, что такое WP, что это за тип файла. Это, ну, то есть, WP это формат файла, разработанный компанией Google еще в 2010 году. Его особенностью является продвинутый алгоритм сжатия, позволяющий сократить размер картинки без видимых потерь в качестве визуальном. Но другие форматы, такие как JPEG, PNG, GIF тоже поддерживают сжатие, да, но технологии, стоящие в основе WP, куда прогрессивнее. И если сравнивать WP с конкурентами в соотношении степени сжатия качества картинки, то разработка Google одерживает уверенную победу. Поэтому многие современные сайты именно в большинстве случаев переходят на формат WP. В среднем вес картинок сокращается на 25-35%, что позволяет страницам сайта загружаться быстрее, а вебмастерам размещать на сайтах больше изображений, не тратив пустое пространство на сервере, за которое надо платить. Каковы основные преимущества формата WP? Ну, первое, это сайты со сжатым WP картинками работают быстрее, уходит меньше времени на обработку небольших файлов. Даже если в статье будет под сотню изображений, компрессия спасет от чересчур долгих загрузок. Второе, загружая на сайт маленькие изображения, можно сэкономить на пространстве жесткого диска арендованного сервера. Третье, пользователи будут тратить меньше мобильного трафика и в посещении при посещении сайта со смартфона. И четвертое, выделенный интернет-канал до сервера будет загружен гораздо меньше, если передаваемый медиа-контент меньше весит. Еще один плюс к производительности. Все современные продвинутые сайты, кстати говоря, используют именно формат WP для всех своих изображений. Ну, собственно, все те преимущества, которые я вам сейчас, соответственно, перечислил, они именно сайтов, касаются вебмастеров и так далее. Вы можете меня спросить, а, ну, для чего нам, ну, например, дизайнером, там, креативщиком, еще кому-то там, да? Ну, опять же, если вдруг вам какое-то изображение нужно скачать и использовать его в своей графической работе, то, соответственно, как вы с ним будете работать? Не получится ничего, правильно? Поэтому, поэтому здесь, смотрите, нужно загрузить внешний модуль, да, который здесь можно по нескольким ссылкам получить, его с Google, с GitHub, но я предлагаю вот прямую ссылку для загрузки, вот отсюда его взять. Я вам сейчас покажу, как он устанавливается и как он работает. Ну, вот я вот эту папку скачаю, где у меня, в принципе, все касается фотошопа для своего канала, я держу. И вот тип файла 8BI файл, да, мы его сохраняем, он весит всего лишь на всего 800 килобайт и поэтому загружается практически мгновенно. Так, показать в папке, вот он у меня скачался, ни в коем случае его не запускайте, вы просто можете его вот так вот скопировать, то есть выделяете файл, Ctrl-C, копируем, да? Затем вам надо пройти непосредственно, так, давайте вот эту штучку расширюем, на диск C, ваш системный диск, да? В диске C вы должны пройти в Program Files, там выбрать папочку Common Files и здесь выбрать папочку Adobe, ну, куда у нас все складывается и здесь выбрать папочку Plugins. В случае вот этот путь, он указан вот здесь вот в проводнике, вот в адресной строке, еще в папочку SS надо зайти, да? И внутри папочки SS еще File Formats. Видите, какой долгий путь и, соответственно, вы его должны запомнить, ну, вы на паузу можете нажать и переписать путь, либо сфотографировать. И сюда я вот Ctrl-V вставляю этот файл, он говорит, что я это сделал от имени администратора, пожалуйста, делай. Все, вот он у нас здесь, в принципе, сохранился. Так, после этого, давайте папку закрою, после этого нам надо Photoshop перезапустить, так, чтобы вступили в силу изменений, чтобы вот этот файл заработал у нас, ну, вот внешний модуль, да? Я снова запускаю Photoshop и давайте посмотрим, что у нас сейчас получится, да? Ну, вы все видели, что до того момента, как я этот модуль не загрузил, в программе Photoshop файл формата WP не открывался. Сейчас мы его откроем. Мало того, что мы откроем его, мы можем любой тип файла сохранить в формате WP. Итак, иду в папочку, где у меня все эти файлы, да? Вот WP, вот они у меня, да? Так, давайте я вот это свое пространство закрою. Вид, ну, сделаю огромный. Так, ну, это у нас формат JPEG, а вот это три файла WP, и я его открываю в Photoshop, и, соответственно, он у меня успешно открылся. Здесь, ну, в названии файла выберите, что это формат файла WP, и вы можете с ним работать, как с обычным JPEG, либо PNG, как с любым другим файлом, с которым вы работаете в Photoshop. Рисуйте, корректируйте, делайте какие-то креативы, делайте коллажи, пожалуйста, один на другой можно поставить. Кстати, файлы WP по умолчанию, видите, они у нас не заблокированы, да? То есть, как PNG изображение, вы можете одно на другое наложить, либо положить его на JPEG и так далее. Это первый момент. Второй момент. Давайте все это закроем без сохранения. Смотрите, у меня есть файл формата JPEG. Смотрите, я на него навожу мышку, он весит 2 мегабайта, ну, 2 700, да? И размер у него 3 700, ну, короче, большой формат, да? Ну, давайте я его, во-первых, сюда вот положу, да? Давайте я его просто изменю ему, размер, да? Размер изображения, но сделаю размер такой, как обычно, ну, в веб-индустрии, которая используется, например, ширина 800 пикселей, например, ну, высота будет, ну, даже не 800, пускай будет 600, да? Вот видите, 600 на 800 это некий стандарт. Нажимаю ОК и давайте я его просто сохраню обычно, как обычный файл. Сейчас он у меня немножко не уменьшается. Так, давайте я его увеличу. Я просто уменьшил размер файл. Сохранить как? Сохранить на компьютере. И я его сохраняю, в принципе, в ту же папку. Давайте я допишу здесь к имени какую-нибудь единичку, например, сохраняю. Вот, максимальным качеством, да? Так, и посмотрим, сколько у меня здесь этот файл. Видите, он весит 438 килобайт. Да, я, конечно, мог его сохранить специально, используя интерфейс сохранить для веб-устройств и подогнать его, значит, ну, где-то по 100 килобайт, по 60 килобайт, как для веб-дизайна это нужно, да? Вот. Ну, давайте я этот файл сейчас сохраню как веб-п формат, да? Эх, я его закрыл. Ну, давайте вот этот же, да, файл, который я в размере изменял, да? Так, файл сохранить как? То есть экспортировать его в веб-п формат не надо. Здесь просто нету этого формата, соответственно. Я говорю, сохранить как? Сохраняю на компьютере. И вот здесь я выбираю формат, вот он, веб-п, веб-п-шоп. Видите, как он называется, да? Вот такая у него аббревиатура, внутри фотошопа. Беру этот формат и сохраняю его в эту папку, он другие файлы этого формата видит, соответственно. Говорю, сохранить. И вот здесь у меня появляется настройка его качества, да? Здесь по умолчанию стоит качество некое, ну, как бы 75, ну, это, наверное, процентное соотношение, 0, вот, и 75. В принципе, вы можете путем сравнения окончательного качества выбрать подходящий для вашего случая вариант вот этой цифры, да? То есть, чем меньше вы будете цифру ставить, тем внешнее визуальное качество будет меньше, чем выше, тем выше, соответственно. Ну, опять же, чем меньше размер, ну, тем меньше качество, тем меньше вес и так далее. Ну, я оставляю 75. Здесь еще есть компрессия быстрая, долгая, по умолчанию. Эти галочки я тоже не трогаю, они мета-данных касаются, они не нужны. И говорю, просто окей. И давайте посмотрим, что у нас получилось. И вот у нас получился файл в формате, соответственно, WP. Ну, я, к сожалению, не могу больше, сильнее увеличить, да? Ну, смотрите. Ну, я оригинал уже не трогаю, 2,70 мегабайт у него размер большой. У этого файла, ну, формата JPEG уменьшенного 438 килобайт, а у этого 50. То есть, во сколько раз? 5,8,40. Да, в 8 раз он стал легче. При этом визуальное качество, ну, давайте я по нему два защёлка, он автоматически открывается в браузе. Визуальное качество, я так думаю, ну, опять же, для веб-стандартов не меняется. Ну, собственно, говоря, вот это всё. Я установил на свой компьютер вот этот внешний модуль, который теперь мне позволяет работать с файлами WP. Я надеюсь, что вы это сделаете тоже и будете успешно работать с этим типом файлов. Ну, а я на этом завершаю данный урок. В принципе, я всё уже сказал. Спасибо за внимание. С вами был Александр Семёнов. До новых встреч.